Анна, вы можете начинать. То есть это все, в принципе, да, кто готов был куче. Хорошо, здравствуйте всем. Ну, я надеюсь, все меня хорошо слышат, видят. Меня зовут Анна, я преподаватель проекта Ильяс. И я веду курс старославянского языка. Которого мы как раз сейчас и поведем с вами в вводное занятие. Выпали одну секундочку, я сейчас включу демонстрацию к нам. Видите? Я надеюсь, что всем это видно. В любом случае, я буду задавать вопросы как-то. Так что, если хотите, не стесняйтесь, отвечайте. В любом случае, это будет формат занятия. Ну, примерно такого занятия, как и будет в дальнейшем на курсе. Поэтому я буду задавать вопросы. Если кто-то захочет ответить, будет знать, какой ответ, или что-то захочет спросить, то задавайте вопросы, отвечайте. В любом случае, это будет только лучше, если вы будете отвечать. Итак, я, в принципе, являюсь преподавателем русского языка и литературы. Основная сфера деятельности – это подготовка к экзаменам. Ну, в основном я готовлю школьников, студентов. И по старославянскому языку я готовила у студентов для экзаменов, для выполнения каких-то контрольных работ, для сдачи зачетов и так далее. Ну, то есть им старославянский нужен был именно по учебным. Он также помогал людям, которые интересуются историей русского языка, которым это интересно изучать старославянский с нуля. Ну, как в данном случае получается. Ну, я думаю, те из вас, кто записался на курсе, на курс, в принципе, имеют представление о том, зачем они хотят изучать старославянский, почему им это интересно. Ну, наверное, есть кто-то, кто задается вопросом о том, зачем это нужно, почему вообще старославянский, может быть, актуален, считается мертвым языком. И как раз хотелось бы ответить, в общем-то, на этот вопрос сейчас. Изучать старославянский язык нужно хотя бы потому, что, в принципе, он позволяет понять язык, на котором вы говорите. То есть каждый из нас так или иначе русским языком пользуется, читает или же разговаривает. Но каждый день так или иначе кто-то пользуется языком. Но не каждый понимает структуру языка, а не каждый понимает его историю. И, в общем-то, это одна из основных причин, почему мне интересен старославянский язык. Изучать каждое слово, находить параллели между словами, допустим, искать какие-то однокоренные слова, которые, допустим, в русском языке уже не являются однокоренными. Но вы открываете символогические слова, рассмотрите историю языка, и также понимаете, что, допустим, одно слово и какое-то другое слово абсолютно разное в современном языке имеют общий корень. И старославянский как раз позволяет научиться этому. То есть в рамках курса мы будем изучать, в общем-то, не только старославянский язык, но еще и праславянский. Об этом я еще тоже расскажу, но они между собой взаимосвязаны, поэтому праславянский язык как раз-таки и поможет увидеть эту сходство между языками. И почему еще, в общем-то, более практическая причина, зачем старославянский может пригодиться, это изучение языков. То есть, допустим, вы изучаете английский язык или немецкий язык, старославянский как раз в этом может вам помочь. Потому что, ну, например, в русском языке система прошедшего времени не представлена несколькими типами. То есть есть просто прошедшее время и все. А, допустим, в английском языке система времен разведленная. При этом не только прошедшее время, но и настоящее, будущее время. То есть там есть и past perfect, и present perfect и так далее. Ну, и многие, я думаю, кто изучал английский язык, в принципе, это знают. И старославянский тем самым может помочь проще изучить эту систему времен. Например, возьмем past perfect. Past perfect вообще означает предпрошедшее время. Ну, наверное, те, кто изучал английский, имеют об этом представление. Предпрошедшее время, то есть какое-то событие происходит перед другим событием. Ну, действие, как правило. И похожее есть в немецком языке. И в немецком языке это время называется плюс-комперфект. Ну, те, кто изучал немецкий, наверное, тоже это знают. И таким образом можно, в принципе, установить связь между старославянским, немецким и английским, хотя оно не очевидно, но во всех трех языках есть вот это время прошедшее. И проще в старославянском языке понять это и перенести это на другие языки. Допустим, в русском языке осталась такая конструкция, как «я было пошел, но вернулся». То есть она означает, что сначала пошел, совершил какое-то действие, а потом вернулся, совершил уже другое действие. И вот это действие «пришел» – оно и есть предпрошедшее. Таким образом можно запомнить систему времен других языков. То есть, по сути, это предпрошедшее время для немецкого, английского и старославянского языка. И, в общем-то, таким образом вы можете применить старославянский в своей повседневной жизни. Это, в общем-то, было такое введение. Почему вам, в принципе, стоит этот язык изучать? Почему курс, может быть, вам интересен? Более подробно об этом всем я как раз-таки расскажу уже на других занятиях курсом. А теперь давайте перейдем непосредственно к теме, которую я хотела сегодня затронуть. Эта тема поможет вам, в принципе, определиться и понять, почему старославянский вам может пригодиться быть интересным, допустим, в вашей повседневной жизни, может быть, в какой-то учебной деятельности, ну, в соответствии с целью, которую вы преследуете для изучения. И, переходя к теме, ну, если кто-то, кто готов отвечать на вопрос, какие-то работы именно. Анна, я прошу прощения, вам задавали вопрос в чате. Вот, тоже можете ответить. А вот, вы сейчас готовы ответить, либо после лекции уже? Да, хорошо, я вижу вопрос про будущее время в русском языке. Ну, конечно, будущее время в русском языке есть, естественно, и как и в английском языке, и в немецком, но лучше всего вот это, то, о чем я говорила, что можно применить систему старославянского времени на русский язык, на английский, на немецкий, работает с прошедшим временем, потому что в старославянском языке система прошедшего времени была очень разведленная. А в современном русском, в общем-то, нет, вот именно поэтому. Будущее время в старославянском, оно тоже как бы есть, и оно, ну, там не очень его много, там всего две разновидности, в общем-то, первое будущее время и второе. Поэтому тут чуть сложнее будет в этом плане сопоставить. Поэтому я говорила именно про прошедшее время. Так, ну, теперь, в общем-то, вопрос. Опять же, если в чате, я тогда буду проверять в чат, и если что, можете, в принципе, туда писать ответы на вопросы. Как вы вообще думаете, зачем старославянский нужен с точки зрения науки? Ну, то есть понятно, что у каждого человека для изучения есть какие-то свои причины, субъективные. Вот какие необъективные причины изучения? Почему вообще нужно изучать вот мертвый язык? Как вы думаете? Да, для объективного изучения исторических источников. Я вот вижу, в чате написали. Да, это, в принципе, верный ответ. Да, язык предков, в принципе, это тоже верный ответ. Существует, в общем-то, три, можно сказать, три основных причины, почему старославянский язык важен для изучения. Во-первых, это восстановить особенности ранных периодов развития славянских языков. Как видите на презентации, первый пункт. И почему именно это, как основную причину можно выделить? Потому что старославянский язык возник в IX веке. То есть он возник раньше всех остальных славянских языков. И поэтому именно он важен для изучения. Ну, то, что вот вы написали, то, что старославянский был разный, новгородский, южный, это, наверное, имеете в виду диалекты, которые были. Старославянский – это был неразговорный язык. Я об этом чуть позже скажу. То, что вы говорите, это разговорные диалекты. И да, тоже я об этом буду говорить позже в рамках курса. То есть не на вводном занятии, чуть позже буду рассказывать об этом. Диалекты могли быть настолько разными, что люди не понимали друг друга иногда. Но при этом у них у всех был один-единственный язык письменности, старославянский. И это было небольшое такое упрощение в том плане. Поэтому то, о чем вы говорите, это диалекты. Да, были разные именно разговорные слова. То есть в речи люди разговаривали по-разному. Старославянский был язык нормированный. Он был единый для всех славян. Потому что он был письменный. Если у кого-то еще есть какие-то замечания, то напишите, если нет, я тогда продумаю. Так, о чем я тогда говорила? В общем, помогает восстановить особенности ранних периодов развития славянских языков. То есть старославянский, как я сказала, уже появился раньше всех остальных славянских языков. Вторая причина, почему старославянский язык важен, это восстановление праславянского языка. Как я уже говорила, мы будем изучать на занятии еще и праславянский язык. Потому что, ну, как минимум, это интересно, восстанавливать слова буквально до его изначальной формы, какая она была. Ну, до почти изначальной, так скажем. И интересно еще потому, что праславянский язык влиял не только на старославянский, но и на древнерусский язык, с которого, в общем-то, и пошли языки русский, белорусский и украинский. И, в общем-то, то, о чем я уже говорила до этого, еще одна причина, то, что старославянский помогает изучать другие славянские языки. Ну, это все-таки уже больше субъективная причина, чем объективная. Все-таки это тоже уже дело личного человека, каждого человека лично изучать другие славянские языки. Основных, в общем-то, два. Две причины – восстановить особенности ранних периодов развития и восстановить праславянский язык. Теперь, в принципе, что такое старославянский язык в целом? Ну, как я уже сказала, этот язык был только язык письменности. На нем никто не разговаривал. Поэтому, в принципе, даже читать тексты нет какого-то смысла, потому что никогда этот язык не использовался как разговор. Ну, как для разговора. Конечно, его читали, понятное дело. Но, в любом случае, пытаться на нем разговаривать, ну, никто из ученых этим не занимается, в общем-то. И когда изучают старославянский язык как дисциплину в университете, тоже в основном обращаются именно к памятникам письменности. И вот вы видите, в общем-то, на презентации определение, что старославянский язык – это древнейший язык литературы и письменности славян, который фиксируется в памятниках IX-XI века. Ну, то есть, вот когда этого писали в чат, старославянский язык как раз-таки сохранился, в общем-то, благодаря этим памятникам. Ну, памятники письменности, сразу скажу, чтобы все понимали, о чем идет речь, потому что, ну, обычно под памятниками подразумевается какой-то, ну, может быть, скульптура или что-то такое. Но в данном случае имеется в виду именно памятники письменности, то есть это какие-то тексты, те же берестяные грамоты, или дошедшие до нас, может быть, какие-то тексты указов, писем и так далее. То есть учеными анализируются вообще все возможные тексты, которые попадаются. Но все-таки старославянский, почему именно на старославянском рассматривают памятники письменности? Опять же, потому что он появился раньше всех других славянских языков в IX веке. Так, ну, теперь после этого, как мы разобрались, в общем-то, что такое старославянский язык, ну, это определение, конечно, не стоит прям наизусть запоминать, но нужно просто иметь представление, что это такое, и особенно то, что это язык письменности, а не разговорной речи. Теперь перейдем к следующей теме, в общем-то. Что вы, в принципе, знаете про славян? Какие-то исторические сведения, может быть? Ну, так, вкратце, если что-то знаете, то напишите в чат. Ну, рассказать можете, как хотите. Ну, вот персидские племена неясного происхождения, это вы прямо совсем уже далеко уходите, но, в принципе, который нас интересует, ну, по крайней мере, в рамках именно изучения языка, это пьют I-II века. Это, в принципе, первое упоминание славяных именно в работах. И фиксируется оно в работах римских историков. Вот перед вами, в общем-то, их имена, изображения. И они называют славян Венедами. В принципе, углубляться сейчас в историю славян, славянских племен я не буду, потому что всё-таки у нас речь идёт больше о языке, о том, как повлиял язык, в принципе, ну, как вы говорили про различные диалекты, новгородские диалекты, допустим. Об этом я буду говорить позже, на других лекциях, когда мы дойдём непосредственно до диалекта, до изучения. То есть пройдёмся по деятельности Константина и Мефодия и вместе с тем ещё и разберём возможные диалекты, которые были. Сейчас я, в принципе, в это углубляться не буду. Скажу только в общем, что I-II век нашей эры в науке чаще всего называют именно прославянским периодом. Про который я и говорила. Именно в этот период прославянский формируется как, ну, язык, в принципе, да, язык. То есть до нас он, в принципе, дошёл только в восстановленном виде. То есть учёные восстанавливают из старославянского языка прославянский, то, как он, возможно, выглядел. Поэтому мы с вами будем делать задания, разбирать слова, восстанавливать прославянскую основу. Но для этого нужно будет, точнее, когда мы будем это делать, нужно всегда ставить звёздочку такую рядом со словом. И обычно слова на прославянском пишутся в латинице. Эта звёздочка, в общем-то, указывает на то, что этот характер приблизительный. То есть это восстановленные формы прославянского языка из старославянских слов, которые были найдены в памятниках письменности. Понятное дело, что никакие памятники, касающиеся прославянского языка, не дошли до нашего времени. То есть прославянский полностью восстановленный язык. Так, ну и про славян ещё немного поговорим. В общем-то, когда прославянская эпоха кончилась, когда, ну, прославянскую эпоху славяне, они ещё не были знакомы с земледелием. То есть они жили вдоль рек, озёр, на равнинных местах. Они охотились, рыбачили, но ещё не занимались земледелием. То есть это вот этот период был, прославянский период. И когда этот период кончился, то возникает уже разложение вот этого родового строя, который был перед этим, и образовывается первое государство. Но это, конечно, больше историческая справка. Если вам интересно подробно, то можете почитать какие-то работы, связанные с этим, именно по истории. Я дам просто краткую характеристику того, что происходило в то время. Ну, и на занятия, опять же, когда мы будем разбирать Константин и Мифмодия, я буду подробнее рассказывать об этом. И, например, одним из первых государственных образований славян можно считать болгарское государство, которое формируется где-то в 70-х годах 7 века, и сначала он называется «Союз семи славянских племен». Ну, и потом из него появляется болгарское государство. И в IX веке, например, формируется Великомараевское государство, формируется Киевское княжество, Польское королевство. И в IX веке уже начинает распространяться христианство. Ну, не в IX, а в X веке. В X христианство начинает распространяться. То есть в это время уже родовой строй уходит в прошлое, формируется новое государственное образование. Сейчас я про Константина и Мефодия сейчас объясню. Одну секунду. Начинает формироваться уже государство. И, понятное дело, что каждому государству так или иначе нужен какой-то язык. По крайней мере, язык письменности для того, чтобы создавать какие-то указы, писать. Для государства, в принципе, язык необходим. Поэтому появляется потребность для общего языка, который мог понимать любой человек, неважно, в какой области он жил и на каких диалектах он разговаривает. То есть, в общем-то, это одна из причин появления старославянского языка. Так, сейчас скажу насчет Константина и Мефодия. Ну, вообще, так тогда вы привыкли, наверное, слышать Кирилла и Мефодия, понятное дело. Но обычно в научной сфере его называют Константин, потому что Кириллом он стал уже ближе к смерти. Он принял постриг, и Кирилл – это его имя уже как монаха, если я не ошибаюсь. Тут я, честно говоря, не очень помню. Но в любом случае он поменял имя и стал Кириллом уже под конец жизни. А когда он создавал азбук, он был Константином. Поэтому обычно он называют Константином. Но это не важно. Вы можете называть Кириллом. И то и другое имя ему подходит. Продолжу дальше. Вот. Карта как раз-таки славы к племен. То есть, как видите, в принципе, племен было много. Но, как я уже сказала, более подробно про это можете узнать именно из каких-то исторических источников. То есть к языку это, в принципе, отношение мало имеет. Кроме того, что я уже сказала, что для того, чтобы славяне между собой могли каким-то образом общаться, им нужен был какой-то письменный язык. Ну, хотя бы письменный. Так. И еще хотела привести в пример историю. Историю про Великое Моравское государство. И, в принципе, почему в нем, допустим, необходим был какой-то язык, на котором можно было разговаривать. В Великое Моравском государстве оно подчинялось баварскому епископу. И князь Ростислав, которым был в этом государстве правителем, он понимал, что если епископы, которые служат в церкви, будут дальше оставаться на его земле, то в скором времени они захватят, в принципе, все государство. Баварские епископы, понятное дело. И в связи с этим он решил заменить их на местных священников, которые служили на славянском языке. И таким образом славянский язык, в общем-то, возникает из-за политической необходимости войны за независимость. И, в общем-то, это начало истории про Кирилла, Константина и Мефодия, которые я потом в дальнейшем на других курсах расскажу. Сейчас просто нет смысла вам еще и этим голову забивать. Отдельное занятие, посвященное им будет, и полноценно уже расскажу про их деятельность, как они, почему вообще получился кириллиц, что такое глаголица и прочее, с этим связанное. Ну, теперь, в общем-то, из небольшого экскурса такого, совсем небольшого в историю, перейдем уже непосредственно к теории, что касается старославянского языка, его возникновения. Как я уже говорила до этого неоднократно, существовал праславянский язык. Праславянский язык появился на основе древних индоевропейских диалектов. То есть, в принципе, это объясняет родство языков, которые я говорила раньше. Из индоевропейского языка, который когда-то существовал, давно еще ранее праславянского языка, из этого языка, в общем-то, появились языки Индии, Ирана, греческий язык, романский язык, германский, ну и некоторые другие тоже. То есть, вот как на презентации, в принципе, можете видеть. И, в общем-то, можно это все рассмотреть от родства языков, но на таком, как мне кажется, достаточно показательном примере. Так, вот, допустим, мести-менее я. Ну, по исследованию некоторых ученых считается, что корень древний, скорее всего, выглядело вот так, как вы видите на презентации ЕК, очевидно, это читается. И вот, оформлено, в принципе, как в праславянский язык оформляется, и индоевропейский тоже. То есть, видите, звездочка и написано латиницей. Ну, про индоевропейский язык, если и был в письменности, то, скорее всего, был только латиницей, потому что кириллицы, понятное дело, в этот момент еще не существовало. Но, опять же, это все предположения, это было очень давно, поэтому записывается обычно много в таком виде. И вот просто можете посмотреть по разным языкам. Получается, что в греческом языке, вот, первое, это было слово эгон. Дальше это санскрит. На санскритском слово аха. Ну, тут, конечно, сходства с греческим мало, но все же. Так, на английском, получается, на английском я, на немецком их, и еще латинское слово эго. Ну, то есть, греческий, латинский, они между собой похожи. Слова восходят к эго, и они больше всего похожи на древний корень. А вот, допустим, я в английском языке, я в русском, я в немецком. Больше между собой похожи, чем со старых корень. Но, тем не менее, родство все же чувствуется, согласитесь, эти слов между собой, хотя некоторые, ну, ушли друг от друга. Допустим, мало похоже местоимение я, русское, да, на я, ну, эго в латинском языке. Но все равно между некоторыми словами все же ощущается ростом. Но более явно это можно заметить вот на таком примере. Если вы возьмете местоимение я, поставите его в дательный падеж, кому мне, то и то же самое, в общем-то, сделаете в английском языке. Возьмете местоимение я, поставите его в дательный падеж, ми. То ростом корней кажется, ну, очевидно, согласитесь, что даже, наверное, не зная английский, можно понять, что означают эти слова при сопоставлении с русским языком. Ну, по крайней мере, понять это в теории, предположить, что эти слова когда-то были однокоренными. И при этом видите, что система образования, ну, точнее, не система, процесс образования, в общем-то, одинаковый. Вы изменяете слово «я», берете «я», у него один корень «я», и изменяете его, и получается, в общем-то, слово уже совершенно с другим корнем. Правильно же? И то же самое со словом «я». Тоже изменяется, он получается совершенно другой корень. То есть, рост свой язык, в общем-то, очевидно. И поэтому еще интересно изучать прославянский язык, потому что, допустим, когда я уже это все изучила, и потом принялась, в общем-то, за английский, я увидела много сходства с русским языком вот именно на таком уровне, на праславянском уровне, на уровне именно старославянского языка, потому что все-таки русский с английским мало похоже. Ну, в первую очередь, из-за того, что кирилльца на латинице, но все же даже слова и формы изменения уже немного расходятся между собой. Морфология тоже не похожа. А вот со старославянским, особенно с праславянским, очень много сходства. Поэтому, как минимум, поэтому из-за чего может быть интереснее. Так, и теперь, получается, про это закончили. Теперь приходим к группам славянских языков. Ну, вообще, я рекомендую вам это записать или хотя бы пометить, потому что мы в конце занятия будем делать задания, которые связаны с этим, ну, косвенно. И поэтому желательно это записать. Ну, и, в принципе, если у вас это будет где-то зафиксировано, я думаю, это послужит вам лучше запомнить. В принципе, на экране, в общем-то, все есть. Славянские языки делились на три группы. Восточнославянская, западнославянская и южнославянская. Ну, в первую очередь, конечно, нас интересует восточнославянская группа, потому что к ней относятся русский язык. И помимо русского языка еще украинский и белорусский язык. И также к восточнославянским языкам относится мертвый древнерусский язык. То есть, на самом деле, после изучения старославянского, наверное, логичным является еще изучить и древнерусский, потому что все древнерусский больше похож с русским языком. Но старославянский, он помогает понять историю, от чего все пошло. То есть, обычно, вообще, так вот в университете оно и строится, что люди сначала изучают старославянский, потом древнерусский. Иногда еще обучают церковь, изучают, точнее, церковнославянский тоже отдельно. У него тоже там есть свои правила. Но, конечно, после старославянского изучать церковнославянский будет гораздо лучше. Поэтому, если вы хотите, допустим, читать какие-то тексты религиозные, которые написаны на церковнославянском, то вы можете потом как-то самостоятельно посмотреть, какие отличия есть у церковнославянского от... Церковнославянского от старославянского и древнерусского. Там отличий немного, на самом деле. Поэтому восточная группа, в принципе, нас будет волновать в течение всего курса, и мы будем разбирать так или иначе, чем какие отличия восточнославянских языков от южнославянских. Дальше идет западнославянская группа языков. К западнославянской относятся, во-первых, польский, и, во-вторых, чешский. Ну, может быть, вы знаете, что в рамках проекта ИНИАС есть еще чешский язык, курс по чешскому языку. И вот как бы в процессе изучения чешского языка, на самом деле, зная старославянский, и вы чешский и польский прям хорошо сможете понять. Может быть, конечно, не все. Но есть... Я, допустим, изучала польский, конечно, так, на очень примитивном уровне. Просто мне было интересно, как язык строить. Я изучала фонетику. Ну, дальше фонетики, в общем-то, не зашло. Но даже просто смотря на фонетику, можно увидеть много интересных моментов, которые ты как бы уже знаешь. Потому что ты знаешь старославянский. Поэтому это достаточно интересно. И, по части, поэтому старославянский – это очень хороший опыт изучения языка. Польский, чешский, еще тут словацкий язык. Ну, и многие другие еще. Ну, некоторые, точнее, другие относятся еще к западнославянским языкам. К южнославянским относятся, в первую очередь, болгарский язык. И болгарский язык интересен тем, что там пользуются кириллицы и точно так же. Поэтому болгарский язык может быть вообще вам интуитивным понятен при прочтении каких-то текстов. И болгарский язык на самом деле со старославянским похож. Потому что к южнославянской группе языков относится как раз-таки наш старославянский язык. Поэтому можете себе записывать, можете себе как-то пометить, что к южнославянским относится мертвый язык, наш мертвый язык – старославянский. То есть, по сути, мы с вами будем затрагивать две группы – восточнославянские и южнославянские языки. И искать какие-то общие черты, что у них по-разному изменялось, смотреть, какие, допустим, слова южнославянской группы остались у восточных славян. Ну, то есть, такой анализ между двумя группами будем проводить. То есть, это будет не просто старославянский язык, а что будет дополнительное знание, касающееся вот этого материала. И, ну, вообще у всех славянских языков есть общий славянский фонд, так называемый. Ну, и видите на экране наглядно. Я, наверное, слова читать не буду на всякий случай, потому что я не до конца уверена, как они произносятся. Ну, я так не нашла. Ну, а на самом деле я хотела посмотреть переводчики, есть ли озвучка этих слов в болгарском языке, в белорусском языке. Но я, к сожалению, там не была озвучка. Была озвучка только слова на польском языке. Это слово шне, если я правильно поняла, как оно читается. И на украинском языке с них. Ну, опять же, если я вроде бы правильно почитала, к сожалению, я эти языки не учила, поэтому я, ну, польский так. Очень поверхностно. Поэтому можете, в общем-то, ознакомиться вот со списком слов. Как видите, они абсолютно одинаковые. И вам не обязательно каких-то знаний глубоких из польского или из болгарского, чтобы понять, о чём идёт речь. В общем-то, даже когда я изучала польский, я изучала его по видео на ютубе, там как раз его преподавал человек, который тоже знает старославянский. И он сказал, что с поверхностными знаниями старославянского можно, в принципе, даже понять, о чём написан польский текст. Конечно, не прочитать фонетику у них там сложнее, но, по крайней мере, просто понять, о чём эти тексты. Ну, то есть, это я всё веду к тому, почему это будет интересно вам изучать. Ну, я думаю, у каждого из вас свои причины есть. Ну, возможно, даже сейчас самый лучший момент для того, чтобы задать этот вопрос. Почему вы вообще хотите изучать старославянский язык? Какая цель у вас? Ваша отличная субъективная цель, почему вы сейчас здесь? Мне просто интересно знать, ну, что движет людьми? У всех же разные причины, разные. Чтение источников – это замечательная причина, на самом деле, и вам это очень поможет, да. То есть, вы хотите именно переводить их или научиться правильно читать, то есть, все особенности произношения, и морфологии, или только перевод. Интересно, очень интересно. Мне очень нравится эта причина. Расширить кругозор и чтение церковнославянского языка. Ну, насчёт чтения церковнославянского, старославянский поможет только частично, потому что в церковнославянском там всё-таки, вот особенно, что касается чтения, там свои правила, к сожалению. Поэтому это нужно отдельно. Если хотите, я могу вам потом порекомендовать учебник, по которому можно посмотреть и увидеть, какие есть особенности именно в церковнославянском языке. Понимание церковнославянского. Ну, вот для понимания старославянский отлично подойдёт. Тут никаких вопросов, понимание у вас будет стопроцентное, потому что разницы именно какой-то лексической, морфологической не очень много. Так, ну, все ответили, да, я так понимаю, кто хотел. Хорошо, ну, если ещё кто-то ответит, я тогда чуть позже зачитаю. Так, ну, про общеславянский фонд, я думаю, вы поняли. Переходим к следующему. То мы сейчас, в общем-то, с вами говорили про то, какие существуют общие черты. Говорили про общие черты между славянскими языками, но всё-таки у них есть и различия. И вот эти различия, про которые мы сейчас с вами будем говорить, я вам рекомендую записать. Потому что вот как раз по этим различиям мы с вами будем делать задания, которые дальше встретят, ну, будет дальше в конце занятия. Поэтому запишите это, ну, хотя бы просто основные положения, которые вы видите на презентации. Я постараюсь так вот помедленнее объяснять, побольше углубляться в это всё, а вы пока запишите. И мы поговорим, в общем-то, про две разные группы слов. Старославянизмы и русизмы. Старославянизмы, понятное дело, это заимствование из старославянского языка. Ну, заимствование, если говорить о русском языке. То есть они, русский язык, заимствованы именно в таком виде, в котором они были старославянск. А русизмы – это, понятное дело, уже слова, которые перешли из древнерусского языка. То есть, по сути, то, что мы сейчас с вами будем разбирать, это различия основные между старославянским языком и древнерусским. Итак, первый признак старославянизма – это начальные звуки. То есть, как вы видите, разница здесь идет в том, с чего начинается слово, логично, начальные звуки. И, смотрите, вот… Сейчас, одну секунду, тут немножечко путаница, прошу прощения, немножко путаница презентации, я не заметила. Лучше давайте с моих слов это разберем. Смотрите, в старославянском языке вначале не ставился йод. В чем, как вы понимаете, с точки зрения фонетики, в чем разница между буквами А и Я? Вот как будет А записываться в транскрипции в русском языке, а как Я? Да, да, то есть… Да, правильно. Я – это, в общем-то, йод и А. И в этом, в общем-то, и разница между старославянским и русским языком в этом плане, что в старославянском не обязательно было ставить йод вначале. Поэтому в старославянском языке первая буква алфавита называется АС. А в русском языке, в древнерусском, она называлась ЯС. Ну, потом в дальнейшем конечный З отпал, конечный З просто отпал, и осталось просто Я. Ну, это, в общем-то, одна из теорий, почему. Вообще образовалась буква Я. И получается, что у старославянизмов вначале мог стоять… Сейчас я увидела вопрос, сейчас одну секунду я договорю, и отвечу на него. В старославянском языке вначале мог стоять А, допустим, АС, У, допустим, УГ и О. Допустим, 1. То есть здесь, видите, немножко сместилось, прошу прощения, я не заметила, что здесь перепуталось. Поэтому вот, получается, в левую колоночку, вот в эту левую колоночку запишите УГ и УГ и 1. А это, наоборот, в правую колоночку. То есть немножечко зрилось. Получается, что для старославянского языка йод вначале не был предусмотрен, а для русского, наоборот, был. Поэтому слова ЕДИН и УГ – это русские слова, а слова УГ и ОДИН – это уже старославянские слова. Так, теперь про вопрос. Как произносить странные буквы в конце? Ну, опять же, об этом я буду говорить позже. Они никак не произносились. Это буква ЕР, вот которая здесь записана. Есть еще буква ЕР, пишется как мягкий знак. Они никак не произносились, они были звуками. Это были гласные звуки. Но они писались в конце. Ну, смотрите, раньше, когда записывался текст, они ставились пробелы между словами. И еще до того, как, в принципе, эти первые памятники письменности начали появляться, то есть пробелов между словами не было. И, ну, это по одной из теорий, в общем-то, что вот эти ЕР и ЕР в конце ставились для разграничения слов. То есть каждое слово должно было заканчиваться на гласные, на букву, которая обозначает гласный звук. То есть, допустим, здесь это ЕР, мог ЕР быть, ну, могли быть просто гласные, которые вам привычны, А, О, У и так далее. Вот, поэтому эти звуки никак не читаются, но они обязательно должны писаться в конце слова. И они входят в транскрипцию, они являются звуком полноценным в старославянском языке. Ну, просто не обозначают его непроизносительным образом. Так, про начальные звуки поговорили. Теперь переходим к начальным сочетаниям. В принципе, ну, суть похожая на то, что и до этого было. В старославянском языке вначале было РА или ЛА, допустим, РА-БОТА или ЛА-ДИЯ, ЛА-ДИЯ. А признаком русизма было РО-ЛО. Ну, вообще, я слово РА-БОТА сейчас не совсем правильно прочитала, потому что в старославянском языке О читалось как О. То есть нельзя было сказать... Ну, хотя нет, я, в принципе, так и прочитала, но всё равно так просто для общего понимания, что О читалось как О. То есть нельзя было сказать, как у нас, допустим, СОБАКА. Говорила себя именно СО-БА-КА. Ну, при чтении текстов мы это ещё раз, конечно, разберём. То есть вот, как видите, начальное РО, здесь начальное РА. Ну, слово РО-БОТА с О в русском языке не сохранилось. А, допустим, ЛА-ДИЯ и ЛОДКА существуют параллельно, спокойно. Но слово ЛА-ДИЯ – это старославянизм, а ЛОДКА – это русское слово. То есть, в принципе, это одно и то же слово, просто оно по-разному, у разных, ну, в старославянском и в русском языке по-разному писалось. Произносить. Так, ну, в принципе, про начальное сочетание всё. Я надеюсь, вы себе записали про это. Ну, слово СОБАКА я привела просто в первое слово, которое пришло мне в голову, в котором О стоит в безударном положении. Да, там со словом СОБАКА всё чуть сложнее. Я не помню точно, но я недавно про это слово читала в этимологическом словаре, и, по-моему, оно использовалось в русских текстах. Но я могу ошибаться, я не могу сказать вам на 100%, я не помню. Ну, да, СОБАКА – это, конечно, пример не старославянского слова. Я просто привела пример произношения. Так, теперь перейдём к другому признаку. Полногласие и неполногласие. Мы с вами это будем подробно разобирать на курсе непосредственно уже, но сейчас я пройдусь просто по верхам, так сказать. Начнём с неполногласий. И, наверное, у вас сразу возникает вопрос насчёт вот этой буквы. Ну, вообще, что-то знаете про неё? Что это такое? И зачем, как читается? Может быть, знаете что-то? Ну, судя по тому, что никто ничего не пишет, а не знаете. Ну, вообще, это буква ЯТИ. Теперь же будем разбирать алфавит. Я подробнее расскажу про эту букву. Ну, эта буква, в принципе, при чтении эквивалентна в букву Е, звуку Е. То есть вы просто читаете это как Е. Но у ЕТИ просто были определённые места, в которых он мог писаться. И одно из таких мест – это, в общем-то, неполногласие. Вот это вот РИ и ЛИ, они всегда писались с ЯТИ. То есть во всех похожих словах, в которых можно подобрать аналог из русского языка, в которых есть полногласие, у них во всех писался Е. И неполногласия, как правило, состоят из двух звуков – РА, ЛА, РЕ, ЛЕ. Полногласия состоят из трёх звуков – ОРА, ОЛА, ЕРЕ, ЕЛИ. Ну, и, в общем-то, найти полногласие и неполногласие, как я уже сказала, очень просто. Нужно сопоставить русский язык и слово, которое вам попалось. То есть, допустим, в каком-нибудь тексте вы видите слово, в котором есть РА. Ну, допустим, вот это ГРАД. Например. И вы просто подбираете сопоставимую ему форму – ОЛ, ОРА, ГОРОД. И если эта форма подбирается, значит, вот здесь вот неполногласие – это признак старославинизма. То есть в этом слове сразу можно найти старославинизм. То же самое – ГОЛОВА, ГОЛОВА, БРЕ, БЕРЕГ. Ну, слово «ШЛИМ» в этом плане чуть сложнее, потому что слово «ШЛОМ» не используется, насколько я знаю. Ну, по крайней мере, в повседневной, в обиходной речи, я думаю, вы не услышите слово «ШЛОМ». Но в любом случае тоже идёт здесь неполногласие. Ну, единственное, тут написано «ЕЛИ», а в самом слове «О», но почему «О», я вам объясню на тематическом занятии, потому что это слишком сложно, чтобы просто сейчас рассказывать и забивать вам голову. Может быть, знаете, какие-то похожие примеры, вот где ещё можно встретить такое полногласие и неполногласие, чтобы были именно сопоставимые формы. РАОРУ, ЛАОЛУ, ПРЕЕРЕ, ИЛИЕ, ЕЛИ, ИЛИЕЛО, допустим. Да, молоко, млеко. И вообще само слово «млеко» не осталось, в общем-то, в русском языке, но при этом оно есть в словосочетании «млечный путь». То есть в английском языке это звучит как «милки-вэй», и там прям сразу понятно, что с молоком связано. Правильно же, «милки», то есть ясно, что молоко. А в русском языке, мне кажется, «млечный путь» не каждое слово, ну не каждый человек, точнее, может понять, что «млечный путь» прям сходу, что это связано с молоком. То есть тут вот из-за этого неполногласия создаются небольшие трудности. Млекопитающееся – это то же самое, то есть это с молоком связано, поэтому тут это то же самое. Может, ещё кто-то знает какие-то такие слова? Ну, смотрите, а если, допустим, взять слово «брат», будет это старославянизмом? Будет здесь и ранее полногласия? Ну, в принципе, выяснить, полногласия это или не полногласия, можно подыбрав форму. Можно ли сказать, там, «борот», допустим? Ну, просто как вот вы думаете, вы скажите в чате, чтобы… Ну, это был не мой монолог, а мы хоть немного как-то общались, чтобы я понимала, что вы заинтересованы. «Ведать», а почему «ведать» подходит? «Борода» и «борода». Да, да, это отличный пример, да. «Бра добрее», допустим, слово, да, как раз это прослеживается. Да, а я говорю про слово «брат». Ну, «брат», то есть имеется в виду именно слово «сты» в конце. То есть сказать «борот» нельзя, правильно же? То есть со словом «брат» неполногласия нет. То есть вот вы таким образом можете проверять, есть ли слой полногласия или нет, или неполногласия, просто подбирая ему сопоставимую форму. Ну, это необходимо, если вы, допустим, вам нужно выделить старославянизм в каком-то тексте найти. Так, ну, я думаю, совсем понятно. Переходим к следующему признаку. Это чередование. В старославянском языке происходит чередование «д» и «жд». Ну, «жди», точнее, считалось как «жди» в старославянском языке. То есть слово «невежда» читается как «невежда». Ну, про это мы чуть позже будем говорить. То есть и «жд», в принципе, тоже сюда относились. В «свечда», допустим, слово. И чередуется «жд», «жд», точнее, чередуется «ж», а «жд» чередуется с «ч». То есть «невежда», «невежда», «свечда», «свеча». Ну, допустим, слово «невежда» до сих пор употребляется. Оно является просто обычным словом, общепотребительным. А «свечда», ну, «свечда» ушло. В общем-то, из языка, в русском языке оно уже не сохранилось. Ну, смотрите, вообще знаете разницу между «невеждой» и «невежей»? Ну, в значении, что такое «невежда», а кто такой «невежа». Ну, вот дело в том, что это, в принципе, одно слово, однокоренное, даже это, в принципе, просто одно слово, которое с чередованием в русском и старославянском языке. Но в русском языке значения слов разошлись. «Невежа» – это невежливый человек, грубый. Как раз «невежливый» оно там чередуется, ну, видно, в общем-то, сходство. А «невежда» – это человек, который неведает, то есть, ну, знает, чего он. Поэтому, в принципе, оба этих слова характеризуют человека и с такой, ну, с негативной стороны даже в чём-то. Ну, с негативной окраской, по крайней мере, эти слова. Но они разошлись по значению, то есть «невежа» и «невежда» – это теперь два разных слова. Хотя когда-то это было одно слово, просто в котором было чередование. Так, про это понятно, я думаю. Ну, и теперь перейдём к приставкам. Нет, вот «невежливый», потому что «неведает» – не совсем. Имеется в виду, что «невежда», потому что «неведает», а «невежа», который «невежливый». То есть в слове, в котором нет «д» и в слове сопоставимом тоже нет. Таким образом просто запомнить может. А, ну или вы имеете в виду «невежливый», потому что «неведает» – я поняла смысл. Ну, может быть, да, 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 я поняла, хорошо. Так. Теперь приставки. Перейдём к приставкам. В старославянском языке приставка «со», то есть, допустим, «созидать». Вот опять же здесь «созидать», то есть произносится ровно так же, как пишется. Нет никаких оглушений, изменений гласных «ов», «а», допустим, в фонопонетической транскрипции. То есть ничего такого нет. Вы произносите прямо, как напишется «созидать». И это слово, ну, в общем-то, вот в русском языке «сделать». Или даже, ну, хотя нет, в русском языке есть слово «создать», но там вот эта приставка «со» она сохраняется. Сделать как раз приставка «с». Идёт отдельное. То же самое с приставкой «воз». В старославянском «воз», в русском «вз». «Возводить» – «возводить». Ну, я думаю, с этим вопросов нет. Это понятно просто, если что, приставки искать, и всё. Не самая такая, самый яркий признак вообще. Так, перейдём дальше. Дальше суффиксы предчастий. Ну, здесь имеется в виду предчастия действительной настоящего времени с суффиксами «учьёщ», «чьящ», как они есть в русском языке. И это такой интересный признак, потому что большая часть слов, она, ну, так и осталась, в общем-то, как была. То есть в русском языке предчастия с суффиксами «учь», «учь», «ачь», «ящь», я думаю, никем не воспринимается как старославянизм. Это просто обычные предчастия. Бегущий, идущий, знающий и так далее. То есть никаких проблем с восприятием нет. Но при этом они всё равно являются старославянизмами. И вот дальше мы будем делать с вами задание, искать именно старославянизмы и русизмы. Там как раз вы увидите, что просто предчастия, которые входят в состав предложения, это и будут старославянизмы. То есть это такая интересная особенность, как слово, которое, в общем-то, было заимствовано, настолько внедрилось в язык, что даже уже не имеет какой-то особенной окраски стилевой. То есть, допустим, слово «град». Ну, очевидно, что там стилевая окраска немного такая для книжной речи, высокой. То есть это всё-таки не в повседневной речи можно говорить. Ну, допустим, есть слово «гражданин» и какой-нибудь там «градоначальник», «градостроитель», которые никем не воспринимаются как слова какие-то особенные старославянские. Ну, «градоначальник» ещё, может быть, странно звучит, но «гражданин» точно никого не смущает. Поэтому, вот, смотрите, «уч-юч» и «ащ-ящи» – это старославянизм. И, в общем-то, тут вы тоже видите буквы, я думаю, которые вызывают у вас вопросы. И если вы записываете куда-то себе то, что я сейчас и говорю, то, что на презентации, то можете пометить, что вот эта буква, которая в слове «идущий», это «юс-больший», «юс-больший», ну, или «юс-большой», там по-разному их называют, ну, в общем, «юс-больший», как я привыкла его называть. И он читается вообще как, ну, если, может быть, знакомый с французским, с предупроизношением, вот с носовым признаком, вот как раз это и есть носовой звук. То есть это слово вообще читается как «идонщий». Ну, я, конечно, не лучшим образом, наверное, сейчас произнесла, но то есть это как «идон», вот так как-то произносится, с призвуком носовой. То есть вообще это «о» с призвуком «н». Мы об этом поговорим позже, просто чтобы сейчас вы понимали, о чём, в принципе, идёт речь. И с этой буквой похожая ситуация, только если это «о» с призвуком «н», это «е» с призвуком «н». Поэтому это слово будет читаться как «гаренщий». И эта буква называется «юс-меньший». То есть эти две буквы очень похожи между собой, и они единственные в старославянском языке являются носовыми. Ну, я думаю, пока начальным сведениям понятно. И получается, что «уч-ящ» в данном случае соотносится с «уч-ящ». Горёчий – горячий. Ну, у слова «идущий» нет какого-то аналогии в русском языке с суффиксом «юч», поэтому я не стала написать «идучий», допустим. Ну, в принципе, так можно сказать, но это приятное дело не слово, которое существует в современном языке, поэтому я взяла слово «горючий». «Горячий» в принципе, ну, просто суффиксы разные, разные, но суть, в принципе, одна и та же. Но суффиксы «уч-юч» и «ач-яч» очень редко встречаются в русском языке, то есть это не самая многочисленная группа слов. «Уч-юч», «ач-ящ» – это подавляющее количество причастей. Поэтому все причастия действительно в настоящее время и по большей части – это старославянизм. Хотя вы, в общем-то, используете их, ну, в основном, наверное, в письменной речи, может, в устной, и даже об этом не подозреваете. Так, и ещё признак – это окончание. Ну, точнее, окончанием это лучше не называть. Это имеется в виду, что заканчивается на мягкий знак «е» в старославянском языке. То есть это такое окончание, можно сказать, с редукцией гласного. «Расписание», «пенье». А в русских словах редукции нет. «Расписание», «пенье». Ну, вот так вот. Это сейчас только произносится по большей части. То есть в беглой разговорной речи вы, скорее всего, скажете «пенье». Но пишется всё-таки «пенье», «расписание». «Воскресение» и «воскресенье». Да, да, вы абсолютно правы, да. Но тут в данном случае эти слова, в общем-то, имеют разные значения в данном, в русском языке, вспоминанном русском языке. То есть, ну, «воскресенье» – это именно когда человек воскресает, да, процесс воскрешения. А «воскресенье» – это день недели. Поэтому они разошлись, хотя, в принципе, «воскресенье» – это одно и то же слово. Но одно старославец – славянское, другое – русское. Так. И последнее – это переход ЕФО. Вообще переход ЕФО – это чисто древнерусская вообще вещь. В общем-то, из-за этого перехода из ЕФО появилась когда-то новая буква ЙО, которую придумал Карамзин, если я не ошибаюсь. И вообще изначально это писалось как, ну, ЙОТ-О. Но потом превратилось в отдельную букву ЙО. Даже при произношении ЙО вы и сами, в общем-то, услышите, что тут ЙОТ-О идёт. И в старославянском языке никогда не было этого перехода. То есть это всегда сестры, жены, а в русском языке – это сёстры и жёны. Ну, в древнерусском языке, прямо именно в исконном древнерусском, который существовал в X-XI веке, этого не было. Там тоже были сестры и жены. Но потом, позже изменилось, уже произошёл переход ЕФО. Ну, это лирика, это так, это просто для общего понимания того, что происходит. То есть здесь разница, в общем-то, в букве в целой и в звук. То, что здесь просто один звук Е, а здесь ЙОТ-О. Ну, понятно, что в русских словах не везде появился этот переход из ЕФО. Но, опять же, на дальнейших курсах, на дальнейших занятиях мы будем с вами обсуждать, почему произошёл этот процесс, почему Е перешёл в ООО. Ну, это уже уж, конечно. Ну, может быть, перед тем, как мы будем выполнять задания, у вас есть какие-то вопросы, которые вы хотите задать, может быть, какие-то комментарии. Ну, то есть сейчас пока вот такое время, давайте обсудим что-то. Может быть, вам что-то осталось непонятное, нужно объяснить это ещё раз. Или дополнить. Ну, в общем, если что-то будет, то добавляйте, говорите, пишите. Я с удовольствием отвечу, если у меня будет ответ. Ну, опять же, вопросы, если вдруг какие-то тоже будут, что-то хотите ещё обсудить, то можно будет уже после занятия ещё раз это всё задать, уже когда мы сделаем задание. Сейчас, я так понимаю, раз никто ничего не пишет, не говорит, ни у кого нет никаких вопросов, комментариев, замечаний. Ну, если нет ничего, давайте тогда продолжим. Опять же, если в процессе появится, пишите, я отвечу. Или говорите. Вот перед вами на презентации стихотворение Марии Сурковой. Ну, в общем-то, это поэт не какой-то классический, это современная поэтесса, но важно нам, в общем-то, не само стихотворение, не его, так скажем, художественная значимость, а какие в этом стихотворении вы вообще можете выделить признаки старославянизмов и русизмов. Ну, вообще, изначально я хотела работать таким образом, чтобы вас как-то, ну, чтобы вы включились в процесс, но так как большая часть из вас пишет, я думаю, это будет немного сложно сделать. Поэтому давайте просто вы посмотрите сейчас на это стихотворение, прочитайте его, я вам там буквально несколько минут, ну, и можете написать, можете сказать, какие вы вообще нашли признаки. А я это прокомментирую. То есть вам нужно опираться на то, что вот мы до этого разобирали, поэтому я, в общем-то, сказала, что желательно кратко пометить, чтобы потом это запомнить. Ну, и пополнение такого задания, в общем-то, поможет вам закрепить тему. Спасибо. Ну, и в дальнейших занятиях мы так или иначе будем какие-то задания выполнять, поэтому, если настроены серьезно изучать старославянский, то лучше включайтесь в процесс, потому что, ну, мне важно не только вам какую-то информацию донести, но и понять, что вы ее поняли, что нет никаких вопросов, сложностей. Для этого, конечно, нужна обратная связь плюс выполнение заданий, ну, и домашних заданий в том числе. В общем-то, в качестве домашнего задания он как раз будет вот похожее. Поэтому подключайтесь, смотрите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, есть кто-то, кто что-то готов сказать или ответить как-то на поставленный вопрос? Ну, хорошо, давайте тогда я вам просто покажу, как это, в принципе, делать. Начните, пожалуйста. Что? Начните, пожалуйста. Подтолкните. Хорошо. Ну, вот смотрите, допустим, единственное слово. Как я вам говорила, то, что Е в начале, то есть, когда начинается с Е, Ё, О, можно так сказать, Ё, Е в данном случае, единственная радость, это будет признаком старославинизма. То есть, единственный, един, это слово старославянское, русское, это один. То же самое касается начального рака, в слове радость. Это тоже признак старославинизма. Ну, сопоставимой формы родость нету, но, тем не менее, все равно начальный ра, ла, это всегда будет признаком старославинизма. Ну, вот, допустим, что-то такое. Где-то, может быть, еще похожие признаки какие-то, видите? Вот я вижу вопрос, спрашиваю, что-то с временами. Что именно вы имеете в виду? Вы говорите про слово время? Тут нужно посмотреть именно по большей части на лексику, то есть на какие-то слова и на признаки лексические. Не на морфологическое время. Мы пока не разбираем, если вы имеете в виду время именно прошедшее, будущее, настоящее. Нет, тут именно речь идет о лексике. Ну, хорошо. Вот, допустим, возвращать слово. Видите, в первой страфе. Вот что можно в этом слове найти от старославянского, от русского языка? Основываясь на том, про что я до этого говорила. Да, я понимаю, что сложно, но поэтому я вам говорила, что надо хотя бы кратко записать то, что я говорила до этого. То есть перечисляла признаки старославянизма, русизма. Ну, хорошо. Вот, смотрите, слово возвращать. Допустим, приставка ВОЗ. Про это я говорила до этого. ВОЗ – это какая приставка? Старославянская или русская? Старославянская. Да, хорошо, ладно. Смотрите, теперь вот РА. Можно подобрать какое-то слово, чтобы было ОРУ? Однокоренное слово. Да, поворот подходит, да. То есть будет это признаком старославянизма? Да, будет. Вот теперь смотрите, слово ПОБУЖДАЙ. Ну, вот просто посмотрите на него, что в нём есть такого из того, что я об этом говорила, до этого говорила. Какие, может быть, чередования с чем-то или что-то такое. Да. С чем можно подобрать чередование? Вот какое слово? Однокоренное, но так, чтобы там было не ЖД, а Д. Да, да, БУДИ, правильно. Да, хорошо. То есть это тоже будет признаком старославянизма. Какие здесь ещё есть слова, в которых есть ЖД? Ну, тут, в принципе, одно такое слово. Какое вот ещё? Да. Да, 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 правильно, прежде. То есть слово «прежде» тоже будет признаком старославянизма, признаком старославянского. Так, что тут ещё может быть? Ну, вот это слово вообще прекрасное, одно единственное. Вот что здесь такого, о чём я говорила? Да. Да, то есть слово «один» – это какое, русское или старославянское? Да. А «единой» – это будет русское, да. Так, слово «плен». Ну, это такое, достаточно сложное, наверное, задание. Вот слово «плен». Какое чередование можно вообще подобрать? Какой признак здесь есть старославянизма и что с чем чередуется? «Плен». Ну, допустим, «ле» – вот это вот. Можно ли подобрать ему слово, в котором было бы «ола»? Допустим, «молоко блека», то, о чём мы до этого говорили. Вот можно слово «плен» точно так же подобрать? «Полон». Да, «полон», да, есть такое слово, правда, тоже уже неиспользуемое, но, допустим, слово «заполонить», оно как раз с этим связано. Хорошо, так, что тут ещё есть? Ну, «золотолистую». Вот просто пока посмотрите на это слово, что здесь в слове «золотолистую» есть такого, что можно отнести и к признакам. Хорошо. «Оло». Да, и какое слово можно подобрать в пару ему? Да, «злата», да. То есть это будет уже признак русского слова. Если бы было «золотолистая» написано, то это старославянское слово. То есть, в принципе, это однокоренные слова, это одно и то же, просто разные, относятся к разным языкам славянским. Так. Ну, вот, допустим, слово «время». Что в этом слове есть такого? Можно ли подобрать какое-то слово с чередованием, допустим, как в слове «плен»? А есть ли «бремя»? Ну, «бремя», да, в принципе, «бремя» как раз тоже и есть такое. Допустим, «беремя» тоже такое слово, но уже вышедшее из употребления. И в слове «бремя» то же самое. Здесь тоже было слово «беремя», и оно встречается в древнерусских памятниках. Но оно уже не употребляется, то есть только слово «время» осталось. Ну, как во многих случаях. Допустим, «золотой золотолист» – это, в общем-то, форма, которую можно использовать спокойно, одно и другое слово, когда захотите. Но «золотолист» – это, наверное, более книжное такое слово. Так, ну, в принципе, веретено, честно говоря, я не могу точно сказать. Я вот прям так сходу не скажу, связано ли с временем веретено. Но я запомню, я тогда в следующий раз вам скажу обязательно. Сейчас запишу. Мне самое слово интересно, связано это или нет. Опять же, если у вас подобные вопросы возникают, именно когда вы самостоятельно что-то смотрите, изучаете, то вы всегда можете, в общем-то, обратиться к этимологическому словарю. Это очень хороший рейндж. И если изучаете старославянский, праславянский, то это очень хороший друг в том, чтобы язык изучить и русский язык понять лучше. То есть те же самые «веремя», «полон», «злата», «золото» – это всё есть в словарях. Поэтому если вдруг вам интересно или вы в чём-то сомневаетесь, то всегда можно заглянуть в словарь, если нет возможности, допустим, спросить или что-то узнать. Ну, в принципе, слово «я», слово «я» – это тоже можно сказать, что это признак старославянского слова, старославянизма. Потому что, ну, от деревни русского не сохранил… Нет, не старославянизма, а русизма. От старославянского не сохранилась, понятно, форма «а», то есть только форма «ас», которая, я думаю, многим известна. Ну, я тоже вполне можно такой формой считать. Ну, в принципе, из основных признаков, которые я хотела с вами разобрать, чтобы вы научились это хотя бы, ну, увидеть в тексте, замечать, что не все слова, можно сказать, русские, прям чисто русские, что много таких вот заимствований старославянского языка, и многие из них уже не воспринимаются нами как заимствования, только как стилистически разные слова, допустим. Ну, в принципе, это все, что я хотела вам сегодня сказать. Так, сейчас, смотрите, вот у вас на экране будет промокод на скидку 20%, и он действует 3 часа после вебинара. То есть это скидка на все тарифы, если хотите приобрести курс, то самое время воспользоваться, в общем-то, этой скидкой, потому что, ну, это выгоднее предложение, чем покупать его по полной цене. В принципе, все. Если у вас есть какие-то вопросы, то можете писать в чате. В принципе, время еще до конца занятий немного осталось, поэтому если хотите что-то сказать или спросить, то, пожалуйста, можете писать или говорить. Анна, разрешите, я немного расскажу слушателям о приобретении курса, если вы не против? Да-да, конечно, конечно. Да, вы можете, да, воспользоваться промокодом. Он действует не 3 часа, на самом деле он действует до завтра. Подключайтесь к курсу, занятия начнутся через неделю, но мы советуем вам уже сейчас приобретать курс. Этот промокод действует до завтра. Успейте им воспользоваться. Всем на почту придет и презентация, и запись вебинара завтра. Спасибо вам большое, Анна. Ну и, в общем-то, тоже спасибо вам всем за внимание, за то, что слушали, отвечали, за интерес проявленный тех, кто что-то говорил, комментировал. В принципе, это ваш первый шаг, так скажем, на пути к какому-то новому знанию, к изучению языка. Поэтому я надеюсь, что мы с вами еще встретимся, еще так посидим, пообсуждаем старославянский язык на дальнейших лекциях. Ну, опять же, время еще немного есть. Можете задавать вопросы? Может, у кого-то есть вопросы по ходу курса, может быть. Можете тоже их задать. Максим, если я уже приобрел полный курс, как мне восстановить это или не воспользоваться скидкой? К сожалению, после приобретения курса воспользоваться скидкой уже нельзя. Но мы вам можем сделать дополнительную скидку на ваш будущий курс. Благодарю. Если вы что-то захотите у нас еще купить. Напишите нам, пожалуйста, в техническую поддержку. Достаточно просто указать, что вы с вебинара, и мы вам вышли промокод. Написать техническую поддержку можно через личный кабинет на сайте. Там есть кнопка технической поддержки. Спасибо. Спасибо. Есть ли у кого-нибудь еще вопросы? Может быть, по ходу занятий или по нашей работе? Если вопросов нет, вы всегда можете нам их задать. Вот любое время, пожалуйста, пишите, обращайтесь. Всех будем рады видеть. На курсе Старославянского подключайтесь к занятиям. Анна, спасибо вам большое. Я думаю, можно закругляться. Да, Анна, большое спасибо. Рада была с вами со всеми познакомиться. До свидания. Ждем всех на занятиях. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok